Ребят, всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами будем изображать ревизоров, мы сегодня с вами будем вычислять, вычислять, сколько стоят миниатюрки всякой интересной косметики. В общем, сегодняшняя тема ролика это выгодно ли покупать миниатюры косметики в таких магазинах, как, например, Sephora, ну и в принципе в любых других, где они продаются. Просто пример я сразу привожу Sephora, потому что я вот это вот все, что лежит сейчас передо мной на столе, покупала именно там, и как вы можете знать, Ильдебуте и Sephora, это на самом деле одно и то же, они очень любят продавать всякие миниатюрные версии. Обычно у них стоят перед кассами прям целые такие огромные стеллажи, где вы можете найти какие-то миниатюрные версии, там известных палеток, иногда они абсолютно идентичны версиям полноразмерным, иногда они немножечко отличаются. И я вообще сама очень люблю всякие миниатюрки, вот мне прям, знаете, мне прям в сердце греют всякие маленькие палеточки, какие-то маленькие упаковочки, ну не те, которые мы с вами обычно откапываем в каких-нибудь наборах, потому что там, знаете, ну как бы те миниатюры, которые мы находим в наборах, это не то, что вы можете купить в рознице, как правило, а я люблю именно вот когда футлярчик точно такой же, просто маленький, ну вы поняли, я думаю, да-да-да, вы понимаете, про что я говорю. И сегодня мы с вами будем выяснять, вообще выгодна ли это затея, например, если выходит какая-то большая красивая палетка, и вы думаете, ой, нет, что-то я там большую не хочу покупать, сэкономлю немножко и куплю маленькую, то есть насколько это вообще оправдано по цене. Сегодня герой дня, это Пэт Макград, это, боже мой, Наташа Динона, роскошь-то какая опять на канале, также это Фэнти Бьюти, немножко Нарса и совсем чуть-чуть Тарта. Ну, в общем, давайте начинать. Знаете, с чего мы начнем? Мы с вами начнем с праздничного настроения, потому что без праздничного настроения совершенно никуда. И вот этот жест не означает, что я сейчас начну что-то кромсать ножницами, хотя нет, означает, мы сегодня с вами откроем вот эту вот упаковочку, просто чтобы было приятненько, чтобы было как-то празднично. Итак, открываем и достаем блестки. Ну, в общем, блестки это всегда хорошо, это всегда праздник, это всегда приятно. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. Чуть-чуть, как бы, знаете, создать вот этот эффект рассеивания на коже. Ну, в общем, я думаю, вы поняли, как это выглядит, в принципе, в реальности. Открываем этот праймер, и здесь у нас вот такая вот красивая, красивая бутылочка. Ох, вся в стекле, вообще потрясающе. Ну, то есть, это повторяет полностью оригинальный праймер, то есть, большую версию. А в этом праймере 15 миллилитров, это хорошо, это достаточный объем для праймера. И вы знаете, вот именно праймеры в таких объемах я бы с удовольствием покупала, просто потому что я не то, чтобы их огромная фанатка, и не то, чтобы, знаете, у меня какой-то огромный расход. То есть, мне бы хватило вот такого, ну, не знаю, там, на год, наверное, может, на полтора года использования, а то и на два. Вот эти вот все большие бутылки для меня, они лично не очень подходят. Итак, выгодная была эта покупка, если бы я вообще такое замыслила. Давайте узнаем, сколько стоит вот этот. Этот стоит 16 долларов, и его полноразмерная версия стоит 32 доллара. Но интерес в том, что полноразмерная версия содержит 32 миллилитра за 32 доллара, то есть, это получается 1 доллар за 1 миллилитр средства. А вот такая вот версия содержит, соответственно, 15 миллилитров за 16 долларов. Ну, как бы разница не то, чтобы какая-то превеликая, а получается там 1 доллар и 6 центов за вот такой вот, за миллилитр праймера именно вот в такой вот версии. Ну, то есть, практически вообще-то выгодно получается, да, примерно одно и то же, примерно одно и то же. И это была бы неплохая покупка, если бы я решила поступить именно таким образом. Судя по всему, я и решила так поступить, потому что я его все-таки купила. Идем с вами дальше. Вы знаете, сегодня у нас с вами будет очень много разных интересных моментов. Так что праймер это вот просто самый, наверное, лучший вариант, когда вы приходите и понимаете, что да, у вас как бы есть, ну там, не то что выгода какая-то, да, все-таки он дороже получается. Но в принципе это оправданная какая-то вещь. Дальше мы с вами перемещаемся к несколько, несколько более шокирующим вещам. Давайте Динону оставим немножко на сладенький, Пэт Маград. И поговорим про вот такую маленькую палетку от Nars. Вот такая маленькая палеточка. Смотрите, какая просто невероятная прелесть. Здесь 6 оттенков теней и она называется Wanted. Кстати говоря, бренд Nars у нас представлен только в Литуаль. И с этим, наверное, связаны, ну некоторые такие, ну не то что проблемы, но некоторые шероховатости, что этот бренд немножко, наверное, менее распространен у нас, чем он того заслуживает. Потому что он как бы эксклюзив только в одном магазине. И эта палетка стоит 25 долларов. То есть это примерно 1600 рублей. Тогда как полные палетки Nars, которые вот прям большие, большие, такие красивые, они стоят по 59 долларов. Кстати говоря, у Nars там вообще просто какое-то неимоверное количество этих разных палеток. Но опять же, до нас доезжают, к сожалению, далеко не все. Итак, полная палетка стоит 59 долларов и содержит 18 грамм. А вот такая вот палеточка, она стоит 25 долларов и содержит 4,2 грамма. То есть получается, что здесь 1 грамм вот этих теней стоит аж 6 долларов. А если вы купите большую палетку, как вы думаете, сколько? 3 доллара примерно там 30 центов стоит грамм теней в большой палетке. То есть здесь вот такая палетка, как бы если это все вычислять, получается в 2 раза дороже, чем большая такая полноразмерная палетка. Это, конечно, немножко, знаете, шокирует, потому что это реально очень большая разница. Конечно, выглядит она просто супер мило, очень-очень симпатично. Вот такая вот вся какая-то блестящая, маленькая, сияющая. Но это просто нереальная разница в цене, как мне кажется, в 2 раза. Дальше мы переходим к палетке от Tarte. Тоже очень миленькая. Это достаточно старая уже палетка, которая называется Tiz. И она была выпущена, насколько я помню, после палетки, которая называлась Start in Bloom. Ну, в общем, знаете, какие-то уже там времена, несколько лет прошло после этого. Но мне почему-то все время вот эта палетка очень сильно нравилась. И я постоянно, как вот где-то, знаете, есть какая-то возможность на этот бренд лапу наложить. Я все время думала, купить или не купить, купить или не купить эту палетку. Но такая она вот симпатичная, какая-то и название мне ее нравится. И вот так она выглядит внутри. Наконец-то она у меня появилась. Здесь красивые такие коричневые, какие-то немножко лиловые цвета. Симпатичные действительно. И она выглядит прям реально очень-очень мило. Итак, если ее сравнивать с большой палеткой In Bloom. Ну, я думаю, вы понимаете, что мы здесь такое примерное сравнение делаем. Потому что, понятное дело, что это не одно и то же. То палетка вот такая стоит 19 долларов. То есть, это 1216 рублей примерно. Тогда как большая стоит, сколько она стоит? 39 долларов. Та самая большая оригинальный In Bloom. И получается, что в ней 18 граммов. И грамм один теней стоит в большой палетке 2 доллара 16 центов. Тогда как в этой палетке стоит 3,7. То есть, 3 доллара 70 центов стоит грамм теней вот в этой вот малышке. Опять мы с вами увидели, что разница очень-очень приличная. Ну, здесь уже не в 2 раза. Но как бы приближается к этому. И, к сожалению, вот такую вот малышку покупать выходит совершенно невыгодно. Намного выгоднее купить полноразмерную палетку. Но с некоторыми оговорками, про которые мы поговорим в конце ролика. Так, ладно, давайте немножко ускоримся. А то, знаете, уже Динона на очереди. И уже просто невозможно терпеть. Уже хочется все узнать, все открыть и потрогать. Здесь у нас 2 маленьких, маленьких крошечных малышки от Наташи Динона. И недавно Наташа Динона появилась в России, в Сифоре. Официально ее привезли. Сама Наташа Динона приезжала тоже в Москву. Теперь у нас все это продается. И это, конечно, замечательно. Но вот это, вот это я покупала еще в тайской Сифоре. По-моему, у нас даже нет вот настолько маленьких палетчик. Пока что в продаже. Но у нас есть вот такие вот. Хотя, может быть, у нас и совсем маленькие появились. Итак, давайте смотреть, что здесь внутри. А внутри здесь все, господи, спаковано скотчем этим. Вот как я не люблю, как я не люблю, когда все вот так вот закрыто. И приходится там все, знаете, все раскрывать. Все. Ладно. В общем, что у нас здесь? Во-первых, у нас здесь вот такая палетка, которая называется Bronze & Glow. Это двушка, в которой маленький бронзер и маленький хайлайтер. Выглядит просто очень, очень, очень симпатично. И вторая палетка, которая называется Diamond & Glow. И здесь, соответственно, сияющие какие-то просто супер сильно сияющие румяна и супер сияющий хайлайтер. Давайте узнаем, сколько стоит полноразмерная палетка и насколько выгодно купить вот такие вот маленькие. Я их беру вместе, потому что они стоят совершенно одинаково. Стоят они по 19 долларов, то есть это 1216 рублей. И если мы сравниваем с большими палетками, с небольшой поправкой, что в больших палетках по 4 оттенка, то здесь всего 2, в больших палетках все-таки по 4. Получается, что большая палетка за 1 грамм средства выходит 4 доллара 58 центов, а вот в такой вот палетке выходит 4 доллара 75 центов. То есть здесь разница не такая уж и большая. И вот такие вот маленькие палетки от Наташи Динона покупать действительно выгодно. Ну, опять же, не то, что прям выгодно, но нормально, по крайней мере, не какая-то прям превеликая разница. Вот в таком небольшом размере. Дальше у нас вот эти вот маленькие-маленькие малышки. И у Наташи Динона есть куча всяких вариантов там на разный кошелек. Она, кстати, рассказывала как раз, когда была встреча с ней в Москве, что у них там все тени по разным формулам делаются. Абсолютно для каждого оттенка теней в каждой палетке разная формула. И это делает немножко сложным ценообразование, потому что, понятное дело, что там получается каждый рефил у вас стоит очень-очень по-разному. И все в результате нужно привести к какой-то единственной цене. Так вот, у нее есть вот такие вот палетки. У нее есть супер большие палетки, которые стоят там больше 10 тысяч рублей. У нее есть уже поменьше палетки. Есть вот такие вот палетки пятерки. То есть, реально, чтобы вот прям каждый нашел что-то подходящее для него. Есть еще вот такие вот супер миниатюрки. Ну, супер миниатюрки давайте сравнивать с вот такими вот палетками, которые называются, по-моему, Palette 5. То есть, палетка на 5 оттенков. Потому что, в принципе, они их повторяют. Они не идентичны по, как бы, подбору цветов. Они, скорее, знаете, они относятся к большим палеткам Наташи Диноны. То есть, вот это называется Mini Gold. Потому что у нее есть большая палетка, которая называется Gold. А вот это называется Mini Nude. Но она, как бы, не знаю, к чему относится. Может быть, она относится больше к палетке Biba. Итак, вот такая вот маленькая, маленькая палетка стоит 25 долларов. Это 1600 рублей. Мне кажется, что, чтобы попробовать тени Наташи Диноны, это, в принципе, ну, такая, знаете, цена неплохая. С одной стороны, да? Потому что 1200 рублей, и вам не нужно покупать там какую-то огромную за 10 тысяч. Или там даже не такую огромную, но тысячу за 5. Вы можете значительно дешевле ее купить. И получается, что здесь цена за 4 грамма вот этих вот теней. Это 6, точнее, за 1 грамм вот из этой палетки 6 долларов 25 центов. Это просто сумасшествие. Это дико дорого. Представляете? 6 долларов 25 центов за 1 грамм вот таких вот теней в этой маленькой палетке. Тогда как вот в такой палетке, которая стоит, кстати, 48 долларов. То есть, ну, в принципе, тоже не такая дорогая, как вот эти огромные палетки от Диноны. 1 грамм теней стоит 3 доллара 84 цента. Представляете? Разница опять почти в 2 раза. То есть, на самом деле, намного выгоднее покупать вот такую, чем покупать вот такую миниатюрку. А у нас с вами очередной сеанс блесток. И в этот раз у нас второй пакетик от Pet Magrat. Нам же сейчас с вами нужно это все раскрыть, да? Это палетки, которые были выпущены к Новому году. Это вот такие вот маленькие палетки. Ну, тоже, знаете, из серии типа, попробуй Pet Magrat за недорого. Потому что большая палетка оригинальная Pet Magrat стоит, о боже, 125 долларов. Это просто фантастическая цена. Это очень-очень дорого. И они решили, что, ну, почему бы к Новому году не выпустить что-то, знаете, попроще такое, чтобы, ну, могли все купить, могли все попробовать легендарные эти тени. И я выбрала вот такую. Она просто, на мой взгляд, в совершенно позорном футляре находится, потому что он просто из белого пластика. Ну, он не то чтобы какой-то страшный, но, знаете, ну, вот, ну, это прям вообще, ну, на самом деле он страшный. Ну, вот посмотрите, ну, какая-то, ааа, что это такое вообще, как это выглядит. И здесь у нас пять теней в разных финишах. Ну, тени выглядят немножко безумно. То есть здесь такие прям цвета необычные. И, кстати, они так смотрятся прям, знаете, очень какими-то вельветовыми, очень интересными. И также у нас здесь вот такой вот миниатюрный наборчик из трех знаменитых бальзамов от Pet Magrat. Здесь есть какой-то вот прям мега знаменитый бальзам, который прозрачный, который типа как вообще там какой-то бестселлер у этого бренда, и который все-все-все хотят купить и попробовать. То есть это именно бальзамы, это не помады. Они больше такие увлажняющие, немножко с каким-то оттенком. И давайте разберемся, сколько стоят такие бальзамы и выгодно ли их покупать. Вот такой наборчик стоил 25 долларов. То есть это 1600 рублей. Тогда как полноразмерная версия помады, ну, вот такого вот бальзама, например, если в полной версии, стоит 40 долларов. Представляете, полная помада вот такая, 40 долларов. Это просто, это сумасшествие, реально, как дорого это стоит. И в этой помаде всего 3,5 грамма. Тогда как вот в таких вот помадках, то есть здесь, если умножать на 3 грамма, это все получается 3,6 граммов вот в таком наборчике. Это получается 6 долларов 90 центов за 1 грамм средства. Тогда как в большой помаде, в оригинальной, если вы ее будете покупать, 11 долларов 40 центов. То есть цена 1 грамма полноразмерной помады. Я не знаю, как так получилось, то здесь вот в данном случае намного, намного выгоднее купить вот такие вот миниатюры, опять же, почти в 2 раза, чем покупать большую полноразмерную помаду. Вы знаете, я поняла, на самом деле, в чем здесь дело. Отчасти, потому что в полном размере, если вы видели вот эти помады от Pat McGrath, у них более дорогие упаковки. То есть там упаковка не вот такая пластиковая, а больше такая, ну, толстая. Очень толстый пластик, прям сильно-сильно отличается, когда вы трогаете его. И давайте посмотрим, как выглядят эти бальзамы. Выглядят они шикарно просто. То есть понятно, что здесь качество очень-очень хорошее. Наносится просто, знаете, как самые кремовые на свете какие-то бальзамы. Кстати, цвета очень красивые. Ну и вот этот, тот самый знаменитый прозрачный бальзам. Ох, ну я не знаю, такую красоту. Мне даже, знаете, как-то, как-то в свотче страшно мазать, потому что, господи, дорого-то как? Как же дорого! Хотя в свотче я мажу не полноразмерную помаду. То есть я на самом деле сейчас экономлю даже, делая это. И вот такая вот маленькая палетка. Давайте уже на ней закончим. Стоит она 28 долларов. То есть это достаточно круто. Это такая приличная цена, учитывая, какая она маленькая и в какой упаковке она находится. Это 1800 рублей примерно. Ну-ка, купили бы вот такое вот за 1800 рублей? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И полная палетка стоит 125 долларов. О боже! О боже! Получается, что за 1 грамм в полной палетке мы заплатим 9 долларов 46 центов. Тогда как за вот такую вот палетку за 1 грамм мы заплатим всего 5 долларов 60 центов. То есть опять вот такую палетку у Pat Magrat покупать намного выгоднее, чем полноразмерную версию. Но если вы видели полноразмерную версию, то вы, я думаю, конечно, понимаете, в чем здесь дело. Потому что там просто сумасшедшая крутая упаковка. Там гигантское просто зеркало. Все шикарно. Все так выглядит. Ну, понятное дело, что за упаковку тоже приходится доплачивать. Именно в этом кроется сложность вот этого оценивания всяких миниатюр, в том числе из каких-то подарочных наборов. То есть что на миниатюры, вот как-то, знаете, непонятно. Если это какая-то хорошая упаковка, такая же, как в полноразмерной версии, обычно это получается дороже. Если это упаковка вот такая, как у Pat Magrat, то есть явно, чтобы сэкономить, то это получается как раз-таки дешевле. Ну и чтобы завершить все это видео по красоте, видите, я тут обратно все разложила, чтобы все было так вот красиво. Все с блесточками, господи, блестки, это прям отдельное какое-то удовольствие. Правда, потом отдельное удовольствие будет их собирать с помощью пылесоса. Ну, в общем, какие итоги, какие выводы из этого видео можно сделать? Когда вы видите миниатюрку в магазине какой-то косметики, то не спешите думать, что это будет выгоднее ее купить. Потому что, понятное дело, оптом покупать, как правило, дешевле. То есть, ну, как, знаете, как в магазинах с продуктами, оптовые цены, они несколько ниже. Не всегда это справедливо, поэтому не лишним будет сравнить и выяснить все-таки там, действительно, какая цена за грамм-то получается. Между тем, я считаю, что если ситуация обстоит таким образом, что вы, например, покупаете это в подарок, ну, согласитесь, вот, например, вот такую штучку в подарок кому-то подарить, это симпатичный и приятный подарок. Стоит 1200 рублей, то есть это дешевле все-таки, чем покупать полноразмерную за 55 долларов. Это неплохо. Либо, если вы там действительно просто хотите попробовать что-то и не платите очень большие деньги, как в случае с Наташей Диноной, в принципе, тоже можно такое сделать. Но, как выяснилось, все-таки это прям очень большая разница в цене. Поэтому лучше покупать вот такие палетки, чем вот такие супер крошечные. Или, если вы очень хотите взять какую-то палетку с собой в отпуск, и у вас прям мега там маленький багаж с собой, только ручная кладь, понятно, что вот такая палетка, она как бы меньше, чем вот такая, и ее взять с собой было бы лучше, чем вот такую. Но, в целом, в целом, выгоды в миниатюрах такой уж большой нет. А иногда даже и очень даже сильно получается дороже, чем покупать полноразмерную. На этом я заканчиваю сегодняшнее видео. И что я вам сегодня желаю? Желаю вам сегодня замечательного, восхитительного, звездного настроения, чтобы у вас все было хорошо, и чтобы вы сегодня были счастливыми и спокойными. Спасибо вам, и до скорых встреч на моем канале. Всем пока!